в том диапазоне, который вы слышите. Остальные звуки в диапазоне, который мы не слышим. Итак, они живут в форте, они очень раздражаются, когда мы приходим, шумим или пищим, и тем не менее, добрейшие животные в час у нас едает всего 600 комариков, поэтому комары вряд ли вас покусают. Живот не изменился в своем виде с периода динозавров, единственное млекопитающее. Вот этот детеныш появился в июне месяце, слегка подрос, и как только становится холоднее, они приходят в форте и устраивают зимовки. В зимний период мы их показываем и рассказываем об этих уникальных животных. И в чем страхи? Потому что они живут на рассвете и в темноте, и вылетают охотиться. Или из-за того, что мы о них совсем ничего не знаем, потому что боимся. А может быть, стоит подойти, познакомиться, узнать, как выглядит, чем живет это млекопитающее, и чуть-чуть повнимательнее посмотреть на мир, который вокруг нас. За мной помещение называется полукопонир, казематированная травесть левого фланга. Так вот, если вниз пройти в конец и за деревянной дверью, вы увидите целую колонию летучих мышей, и они находят убежище в темных, прохладных местах, иногда на сквозничке. Про них можно рассказывать бесконечно, потому что мальчики зимуют по одному, а девочки сбиваются в кокон и согревают друг друга своим теплом. И в зимнее время, когда наступает мороз и нет воды, а млекопитающие пьют воду, каждая самочка слизывает со своей шкуркой в растаявшие каплики воды. То есть мир больше, чем кажется. Он прекрасный и удивительный. Его не надо бояться, его надо изучать. И я сейчас на ваших глазах отпущу это существо. Узнавайте мир, он для вас. Смотрите, кровушки сейчас выглядят как следует. Так, друзья, а участники недели гибридных технологий...